МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажите, о чём он? Ну, концерт наш называется «Письма о палённой войне». Естественно, что год 75-летия победы нашей в Великой Отечественной войне. Поэтому мы давно уже с этой задумкой, с этой темой ходили. А тут вдруг действительно решили, да, пора уже собрать. И решили, что 75 лет Великой Победы. 70-летие, а, 75 лет, да, нашей Победы. 70-летие присвоения статуса города окружного значения, городу Ханты-Мансийск, посёлок тогда это был, рабочий посёлок Ханты-Мансийск. А теперь он, имеется, от этого дня он стал Ханты-Мансийским окружным центром. И мало того, и 27-го числа была окончательно прорвана блокада, и был освобождён Ленинград. Вот почему, видимо, именно 27-го января в понедельник КДЦ «Октябрь» приглашает всех жителей и города, и гостей города для того, чтобы посмотреть наш театрализованный концерт. Концерт, естественно, тематика его в том, что мы пытались проследить несколько судеб, если уж невозможно, тех людей, которые отсюда, с нашей земли ушли на фронт, и по разным причинам не вернулись сюда. Но письма, написанные буквально в разгар войны, в бой, в передышках между боями, они дышат вот этой атмосферой. И боязнь из-за родных, которые там в тылу, и гордостью, что я здесь, и я всё равно что-то вкладываю в свою жизнь, в свою кровь, в свою судьбу отдаю на великую любовь к Родине. Вот это не так пафосно, как мы об этом говорим, но это в каждой строчке всё равно пронизывается. Бойдёт, кончится война, будет мирное время, мы перейдём, у нас будет счастливое, радостное, детей сохраняй, не плачь, Аня, я вернусь. И это почти в каждом письме. Это настолько обжигает. Когда читаешь эти письма, а мы перечитали много писем в архиве, в музее природы и человека, где я заставил два сборника вот этих вот писем наших земляков. Это очень здорово. Это невозможно... Это хочется, чтобы молодёжь видела, да, и поняла, какой это было, какой это был всеобщий подъём всего народа, для того, чтобы выгнать, спасти, сохранить нашу жизнь, наш мир. Это страшно интересно. Но поскольку это ж вокальный праздник, это концерт, поэтому мы там, как бы такие театрализованные сцены, как вот между боёми солдаты пишут письма, или там вспоминают мирную жизнь. Один-то молодой совсем написал заявление в партию, прошу принять меня в коммунистическую партию. И это разные совершенно сюжеты. Это и трагические, и смешные, и забавные. И это здорово. Работать это интересно. И статус концерта, да, наличие Юрия. Это как-то такие вокальные части. А у нас такая опора, ансамбль солистов игры. Да, Юрий, расскажите. Вот у нас участвуют артисты культурно-достового центра «Октябрь», которые, собственно говоря, читают письма, играют солдат. А солисты игры поют песни, которые, ну, как бы, являются неким эмоциональным таким подъёмом для вот этого тетрализованного концерта. То есть функция практически основная. Да. То есть наравне с артистами, то есть это не просто какие-то, да, моменты отдыха для зрителей, то есть, а это всё-таки какое-то эмоциональное насыщение и продолжение, собственно, сюжета. Да, ведь каждое письмо – это тема узкая какая-то, конкретная тема. И мы подбирали вместе с ансамблем, подбирали именно эту песню. Ну, представьте себе, когда вдовы провожают, жители и жены, матери провожают своих детей, и они идут, грузятся на корабль и уходят на войну, уплывают, ну, выезжают на войну. И следующий кадр, например, вот солдаты идут по степи опалённой. Понимаете? Это продолжение, эмоциональное подвижение того же сюжета, только уже средствами вокала. Леонид Андреевич, рассказывать его, конечно, сумасшедше. Интересно. Давайте, приглашайте. Какого числа и где всё это состоится, приглашайте. Ещё раз напоминаю, что 27 января этого года, в КДЦ «Октябрь», в 19 часов, мы будем рады показать вот эту нашу задумку, наш концерт театрализованный под названием «Письма опалённой войной». И хотим сказать самое главное. В этот день нет билетов, это вход свободный. Поэтому я надеюсь, что надо, может быть, прийти чуть раньше, чтобы успеть занять не такой уж этот огромный зал, как Югра-классик. Поэтому надо прийти пораньше, и тогда мы будем рады. Если это ляжет в душу, если это людям надо, тем более впереди 23 февраля, я думаю, что мы снова вернёмся к этому концерту, и, может быть, даже его 23-го сделаем ещё раз повторить. Ещё раз повтор. 27 января, 19.00, Большой зал, Культурно-досуговый центр «Октябрь». Приглашаем. Спасибо огромное, что пришли. Доброго бодрого утра, желаем вам. С гостями прощаемся. С вами живёмся 2-2,5 минуты. Дождитесь.